Уважаемый зритель, для начала подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо. Благодарим за предоставленный материал главного редактора сайта МЗК1.ру Дениса Артемова. Биография вора в законе Тенгу Гальского. На сегодняшний день в России орудует множество преступных группировок. При этом между ними практически ежедневно происходит борьба за перераспределение сфер влияния. Чтобы утвердить свои позиции, члены ОПГ не брезгуют ничем. Хотя в первую очередь в распоряжении преступников, деньги и связи, которые помогают им уходить от ответственности, устанавливать собственные воровские законы и понятия. Винтиком в этой системе был и остается Тенгу Гальский, настоящее имя Тенгиз Автандилович Чарая, который родился 10 апреля 1982 года на территории частично признанной республики Абхазия. Малая родина криминального авторитета, город Гали. Точных данных о пребывании вора в законе за решеткой нет. Однако по его словам, он имеет одну судимость в Грузии. Там Тенгизу грозил довольно внушительный тюремный срок. Порядка 12 лет, предположительно, за покушение на убийство. Очевидно, жизнь по воровским понятиям в родной стране для законника была не столь комфортной и перспективной, поэтому он перебрался в культурную столицу России, город Санкт-Петербург. Там Тенго примкнул к местной преступной группировке, в состав которой входили преимущественно уроженцы Абхазии. 4 октября 2014 года членами тамошней ОПГ было принято решение о коронации Тенгиза Чарая. На воровской сходке по этому поводу присутствовали его двоюродные братья, Ливан и Иракли Булискирия, Хусейн Слепой, Минди и Шеклашвили, Ара Мурадян, Кусы и Датуа. После получения официального статуса, новоиспеченный вор в законе Тенго Питерский, также именуемый как Тенго Гальский, решил наладить свои преступные связи на территории Украины. В особенности его привлекали южные регионы державы. Но, к сожалению, как законника, Украина встретила его весьма неприветливо. Так, впервые он попытался пересечь государственную границу в октябре 2016 года. Для этого Чарая выбрал довольно непростой маршрут. Сначала он отправился в Турцию, а затем в Молдову, чтобы нелегально въехать на территорию Украины со стороны непризнанной Республики Приднестровья. Подобный финт прошел без особых эксцессов, однако расправить крылья в полной мере преступник не смог. Тенго Гальский был арестован буквально через три месяца, 7 декабря 2016 года, и на следующий день депортирован рейсом из киевского аэропорта Борисполь в Анкарю. При этом ему на целых три года закрыли въезд в Украину. Но полицейский запрет для воров в законе вовсе не запрет. Тенго Питерский через четыре месяца снова вернулся к Черноморскому побережью, на сей раз судьба занесла его в Одессу. Понимая, что правоохранительные органы могут в любой момент снова произвести задержание, законник твердо вознамерился провести как можно больше встреч с представителями местного криминального сообщества. Так, одним из первых, с кем Тенгиз вчерая захотел повидаться в Украине, оказался влиятельный криминальный авторитет из Донецка Андрей Недзельский по кличке Андрей Львовский или Неделя. Сходка двух воров в законе должна была состояться в гостинице Премьер Палас. Но оперативники сработали на опережение и арестовали нежеланного гостя прямо перед входом в здание. После задержания Тенго Питерского повторно выслали в Турцию. Однако действующий трехлетний запрет на въезд и неоднократное выдворение из Украины никоим образом не побудили Чераю отказаться от своих намерений, и 7 апреля 2018 года он совершил третью попытку нелегального пересечения границы. На сей раз преступник въехал в страну по поддельным документам уже со стороны Российской Федерации, поскольку его привычный маршрут был заблокирован оперативниками. Факт нахождения вора в законе стал известен сотрудникам ГУБКОП «Субботы» и Тенго Питерский был задержан 29 августа в помещении ресторана отеля «Виктория». Как стало известно позже, его целью являлся контроль и перераспределение денежных потоков, поступающих от совершения противоправных действий, таких как угон автомобиля, разбой, кража, грабеж. Злоумышленник пытался организовать преступную группировку, которая оборудовала в Киеве. При обыске сотрудники СБУ обнаружили у Тенго Гальского пистолет и поддельные документы, которые были отправлены на экспертизу. Также преступнику было предъявлено обвинение по статье 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия». В случае, если вина будет доказана, это может обернуться для него тюремным заключением на срок от двух до пяти лет. Чем влечет вор чужая земля? Хотя в жилах Тенгиза вчера и течет горячая восточная кровь, его с полной уверенностью можно отнести к российским криминальным авторитетам. Этот факт, собственно, предопределяет все поступки вора и объясняет его тягу к Украине и другим близлежащим странам. Дело в том, что российские законники всегда стремились взять под свое крыло как можно больше земель, в том числе за пределами России, установить там свои порядки и чувствовать себя вольготно. В Санкт-Петербурге, где прошла коронация Тенго-Питерского, по состоянию на 2014 год орудовали три преступные группировки. К первой относились представители так называемой Старой Гвардии, грузинские воры в законе, обосновавшиеся в северной столице еще с начала 90-х. Вторая ОПГ включала в себя также авторитетных законников из Грузии, таких как Рожден и Грузии. Биография вора в законе Тенго-Гальского На сегодняшний день в России орудует множество преступных группировок. При этом между ними практически ежедневно происходит борьба за перераспределение сфер влияния. Чтобы утвердить свои позиции, члены ОПГ не брезгуют ничем. Хотя в первую очередь в распоряжении преступников, деньги и связи, которые помогают им уходить от ответственности, устанавливать собственные воровские законы и понятия. Винтиком в этой системе был и остается Тенго-Гальский, настоящее имя, Тенгиз Автандилович Чарая, который родился 10 апреля 1982 года на территории частично признанной Республики Абхазия. Малая родина криминального авторитета, город Гали. Точных данных о пребывании вора в законе за решеткой нет. Однако по его словам, он имеет одну судимость в Грузии. Там Тенгизу грозил довольно внушительный тюремный срок. Порядка 12 лет, предположительно, за покушение на убийство. Очевидно, жизнь по воровским понятиям в родной стране для законника была не столь комфортной и перспективной, поэтому он перебрался в культурную столицу России, город Санкт-Петербург. Там Тенго примкнул к местной преступной группировке, в состав которой входили преимущественно уроженцы Абхазии. 4 октября 2014 года членами тамошней ОПГ было принято решение о коронации Тенгиза Чарая. На воровской сходке по этому поводу присутствовали его двоюродные братья, Ливан и Иракли Булискирия, Хусейн Слепой, Минди и Шеклашвили, Ара Мурадян, Куса и Датон. Тенго Гальский – нежеланный гость. После получения официального статуса, новоиспеченный вор в законе Тенго Питерский, также именуемый как Тенго Гальский, решил наладить свои преступные связи на территории Украины. В особенности его привлекали южные регионы державы. Но, к сожалению, как законника, Украина встретила его весьма неприветливо. Так, впервые он попытался пересечь государственную границу в октябре 2016 года. Для этого Чарая выбрал довольно непростой маршрут. Сначала он отправился в Турцию, а затем в Молдову, чтобы нелегально въехать на территорию Украины со стороны непризнанной Республики Приднестровья. Подобный финт прошел без особых эксцессов, однако расправить крылья в полной мере преступник не смог. Тенго Гальский был арестован буквально через три месяца, 7 декабря 2016 года, и на следующий день депортирован рейсом из киевского аэропорта Борисполь в Анкарю. При этом ему на целых три года закрыли въезд в Украину. Но полицейский запрет для вора в законе вовсе не запрет. И Тенго Питерский через четыре месяца снова вернулся к Черноморскому побережью, на сей раз судьба занесла его в Одессу. Понимая, что правоохранительные органы могут в любой момент снова произвести задержание, законник твердо вознамерился провести как можно больше встреч с представителями местного криминального сообщества. Так, одним из первых, с кем Тенгиз вчера я захотел повидаться в Украине, оказался влиятельный криминальный авторитет из Донецка Андрей Недзельский по кличке Андрей Львовский или Неделя. Сходка двух воров в законе должна была состояться в гостинице Премьер Палас. Но оперативники сработали на опережение и арестовали нежеланного гостя прямо перед входом в здание. После задержания Тенго Питерского повторно выслали в Турцию. Однако действующий трехлетний запрет на въезд и неоднократное выдворение из Украины никоим образом не побудили Чираю отказаться от своих намерений, и 7 апреля 2018 года он совершил третью попытку нелегального пересечения границы. На сей раз преступник въехал в страну по поддельным документам уже со стороны Российской Федерации, поскольку его привычный маршрут был заблокирован оперативниками. Факт нахождения вора в законе стал известен сотрудникам ГУБКОП «Субботы» и Тенго Питерский был задержан 29 августа в помещении ресторана отеля «Виктория». Как стало известно позже, его целью являлся контроль и перераспределение денежных потоков, поступающих от совершения противоправных действий, таких как угон автомобиля, разбой, кража, грабеж. Злоумышленник пытался организовать преступную группировку, которая оборудовала в Киеве. При обыске сотрудники СБУ обнаружили у Тенго Гальского пистолет и поддельные документы, которые были отправлены на экспертизу. Также преступнику было предъявлено обвинение по статье 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия». В случае, если вина будет доказана, это может обернуться для него тюремным заключением на срок от двух до пяти лет. Чем влечет вор чужая земля? Хотя в жилах Тенгиза вчера и течет горячая восточная кровь, его с полной уверенностью можно отнести к российским криминальным авторитетам. Этот факт, собственно, предопределяет все поступки вора и объясняет его тягу к Украине и другим близлежащим странам. Дело в том, что российские законники всегда стремились взять под свое крыло как можно больше земель, в том числе за пределами России, установить там свои порядки и чувствовать себя вольготно. В Санкт-Петербурге, где прошла коронация Тинго-Питерского, по состоянию на 2014 год орудовали три преступные группировки. К первой относились представители так называемой «Старой гвардии» – грузинские воры в законе, обосновавшиеся в северной столице еще с начала 90-х. Вторая ОПГ включала в себя также авторитетных законников из Грузии, таких как Рожден, подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо.